Медики тем временем работают в напряженном режиме. Третья волна коронавируса не дает расслабиться ни врачам стационаров, ни терапевтической службе, ни специалистам скорой помощи. Елизавета Кабанова продолжит. Начиная с середины июля, медики скорой помощи работают в достаточно интенсивном режиме. Увеличилось количество вызовов, связанных с повышением температуры тела кашлем и одышкой. В основном это пациенты с ОРВИ из COVID-19. Штамм мутирует и заболевание сейчас протекает достаточно стремительно. Если сейчас у него показательные функции жизнедеятельности, у него стабильные, то через часов 10-12 картина может измениться. Поэтому сейчас и критерии госпитализации немножко сменились. Принимаются решения в пользу пациента, если динамически мы наблюдаем какое-то ухудшение этих показателей, хотя бы даже немножко. Ну, зачастую мы сталкиваемся с непониманием со стороны населения, негатив, но мы относимся к этому с пониманием. То есть мы выполняем свою работу и людям нужно понимать это тоже. Впрочем, часто жители Заполярья начинают паниковать безосновательно и звонят в неотложку при малейшем повышении температуры или недомоганиях. На таких вызовах медики-скорые лишь могут оставить рекомендации. В большинстве случаев на таких вызовах, прежде всего, это паника. Либо это из-за малой информированности людей, либо это из-за, собственно, менталитета людей, да, которые считают, что если заболели, к ним нужно быть повышенное внимание. Ну, в большинстве вызовов с респираторной вирусной инфекцией, либо с ковидом, люди-то в скорой медицинской помощи-то не нуждаются. Да, то есть они считают, что 37,5-38 – это та температура, которую надо срочно снижать. Что делать, если вы почувствовали себя неважно? Необходимо вызвать на дом участкового терапевта, а в выходной день проконсультироваться с медицинской службой приемного покоя. Не стоит забывать, что основная функция неотложки – оказание экстренной помощи. Даже в период третьей волны 50% вызовов по 0,3 связаны с тяжелыми травмами, инсультами и инфарктами, а также другими критическими состояниями. И выезжая, например, к пациенту с температурой в 37, потратив на него 12 минут, столько в среднем уходит на одного пациента, медики могут не успеть кому-то, чья жизнь висит на волоске.